так что нам для начала нужно значит филе говяжья вот я взяла лангет с ним получается вкуснее и вот чем толще кусочек тем крупнее будет толщина уже готовой бастурмы тема чем она тоньше при засыхании она станет еще тоньше поэтому лучше брать вот такой целый кусочек правда здесь сделали надрез но ничего не страшного я щас разделе его где-то вот на два кусочка разделю вот видите нет прожилок абсолютно а здесь вот эту тонкую часть я наверно уберу чуть-чуть вот так вот чтобы были одинаковые куски я буду обмазывать его немного уксусом обычно так не делают но я вот делаю это делается для того чтобы ну чтобы всякая гадость там не развелась вот так вот просто обмазываю и следующий чуть-чуть где-то одна столовая ложка много не надо потом мы ее смоем так вкуса и запаха уксуса не будет значит на дно какую-нибудь посуду у меня такое пластиковая будет посуда на дно кладем соль соль крупная обычная каменная соль кладем на дно кусочек и и полностью покрываем солью точно так же как мы делали с куриной грудкой соль не жалеем дальше делаем вот такие проколы чтобы хорошенечко пропиталась солью можно до того сделать как посолить я отвлеклась вот так вот что везде соль прониклась лангет был у меня около двух килограммов чем больше соли тем больше когда будет выделяться влага соль все питает в себя и меньше жидкости будет посуде тем лучше она как бы сохранится не испортится потом мы все равно эту соль будем смывать вот так вот хорошенечко все обмазываем ушло здесь килограмм соли значит на два килограмма мяса ушло килограмм соли вот так вот все покрываем закрываем крышкой если это будет другая посуда можно фольгой плотно закрыть и вот таком состоянии убираем в холодильник на двое суток на третьи сутки встретимся прошло у нас двое суток сегодня вот уже третьи сутки посмотрите выглядит пока не очень аппетитно первые сутки я немножко вот эту жидкость слила то что смогла сила вот оставшиеся было бы больше конечно жидкости вот так вот он выглядит такой окрепший теперь нам надо его хорошенько промыть в воде потому что в обычной мало ли сейчас вот эту оставшуюся пленку я все удалю и оставлю вот так вот воде замачиваться где-то на час прошел час нам нужно хорошенечко подсушить это мясо вот так вот можно взять обычная кухонная матерчатая полотенце не обязательно бумажную еще раз после того как хорошенько просушили нам нужно еще раз ее уже завернуть я сделаю толстую чтобы было чтобы быстро не намочилась кладем ее на бумагу и можно взять еще раз говорю можно взять какой-нибудь материалы хлопковые или кухонное полотенце просто не хочется пачкать полотенце а эти бумажные полотенце я буду менять поэтому с ними легче работать делаем вот такой вот такой плотную мумию вот так вот дальше кладем ее сюда кстати вот этот противень я тоже постелила кухонным бумажным полотенцем кладем и сюда то же самое проделываем со следующим рядом сверху положил еще один противень а сверху будет груз груз может быть у вас любой чтобы мясо не испортилось нам надо после того как пресс поставили нам нужно смотреть и у кого-то она под прессом лежит день у кого-то два у кого-то три дня все зависит от того насколько тяжелый пресс и насколько толстое мясо например у меня здесь мясо толстое нужно менять вот эти бумажные полотенца как только увидите что она намочилась нужно ее поменять на чистые и вот под прессом она будет до тех пор пока вот эти полотенца не будут сухими вот как сейчас то есть ни капли крови ни жидкости чтобы не было есть останется там хоть капля жидкости или крови мясо испортится у меня балкон хоть и закрытый но очень холодный как в холодильнике я положу на балкон вот такой пресс у меня получился 6 упаковок муки по 2 килограмма плюс 5 литровую бутыль так он будет стоять до тех пор пока у нас салфетки не будут сухими периодически конечно салфетки буду менять сразу скажу муку не рекламирую прошел у нас один день меняла я всего получается два раза вот уже все сухо нет крови и влаги на полотенце вот такой кусочек принял форму такой прямоугольную по тяжестью он получается красивый кусочек такой видите насколько тонкий ману стало это при том что у меня кусок был совсем толстый а если брать тонкие куски так они вообще высохнут совсем будут сухие вот так вот теперь нам надо проткнуть мясо чем-нибудь острым и вот так вот веревку или толстую нитку вот так вот будем вешать ее сушиться сколько дней будет сушиться мясо зависит от куска от толщины от температуры где она будет сушиться нам надо чтобы она совсем подсохла такое крепкое станет оно я вам покажу приблизительно скажу сколько дней сушилась у меня все вешаем сухое проветриваемое место вот так вот повесила их сушиться здесь у меня сушиться еще из куриной грудки бастерма как она делается у меня есть на канале вот так вот готовимся к новому году здесь у меня прохладно на третий день все перенесла на кухню потому что на балконе очень холодно здесь процесс пойдет быстрее единственное что надо в это время на кухне не готовить либо поставить в то место где не будет влажности и проветриваемое помещение сухое должно быть во влажном помещении все быстро испортится прошло у нас шесть дней подсушилось наше мясо вот этот белый налет если вы заметили это не плесень это соль когда мясо подсыхает лишняя соль вы вылезает наружу но за счет того что я замачивала воде на час у меня здесь видите соли меньше выделилась обычно налета больше бывает вот так вот подсушилась все что нам еще надо если каё промою все оставим теперь в сторону и сделаем пасту для начала нам нужно блендере измельчить чеснок здесь у меня три головки чеснока где-то получается 75-80 грамм больше меньше кто как хочет сюда вот добавляю я зиру получается 1 полная чайная ложка зиры и пол чайной ложки кардамона зиру я предварительно измельчила в мельнице но все равно она крупная пускай измельчится вместе с чесноком и сюда же немножко воды теперь откладываем пока в сторону теперь нам нужно все перемешать сначала сухие ингредиенты здесь у меня в упаковке я нашла вот купила на рынке уцхо сунели это пажатник две такие упаковки с упаковкой вместе где-то 60 грамм я взвесила но без упаковки пусть будет 50 получается две упаковки 100 грамм и столько же паприки нужно на на самом деле если хотите слишком толстый слой намазки то берите больше я люблю потоньше поэтому этого мне хватит значит уцхо сунели значит паприки столько же остальные ингредиенты по желанию кто сколько хочет но уцхо сунели и паприка должно быть в количестве одинаковым если две такие упаковки уцхо сунели значит две такие же упаковки паприки покупала в разных местах разные цвета у паприки получается одна чайная ложка карри здесь черный перец 1 столовая ложка и красный перец 1 чайная ложка красный острый перец кориандр 1 столовая ложка без горки и здесь приправа для мяса для шашлыка кто как хочет можете не добавлять просто плюс еще аромат от него хороший все перемешиваем сухие ингредиенты значит чесноке еще раз напоминаю была у меня зира и пол чайной ложки даже меньше кардамона нам нужно сделать по консистенции чтобы ничего не пропадала по консистенции должно быть как густая сметана все хорошенько перемешиваем вот такая консистенция теперь нам нужно хорошенечко утопить сначала затем уже смазать подвешиваем вот так вот за ручку двери теперь нам надо намочить руки и придать форму придаем форму излишки убираем чтобы была гладкая до этого рука должна быть обязательно мокрая вот так вот получается вешаем снова сушиться до тех пор пока паста не подсохнет придаем форму излишки убираю здесь вот помните нас был разрез поэтому не обращаем внимание намазка должна быть у меня тонкая но при этом мясо не должно быть видно и вот вот эта помадка чем она хороша что можно некоторые неровности исправить придать форму красивую и все точно так же вешаем сушиться прошел один день все высохло потому что отопление есть дома жарко вот так вот он выглядит если посмотреть при свете он такой полупрозрачный намазка как я и хотела тоненькая надо было резать вот так тонко прошлый кусок получился потолще ну а у меня все надеюсь вам все понравилось пока 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 пока